Всем привет! В этом видео детально разберём анатомию, функцию, триггерные точки и зоны отражённой боли грушевидной мышцы. А также коснёмся вопроса ущемления седалищного нерва и упражнений, при помощи которых можно избавиться от стойкой мучительной боли. Грушевидную мышцу Musculus periformis называют дважды дьяволом, из-за того, что она может являться источником проблем из-за ущемления нервов и болезненных ощущений, отражённых из триггерных точек. Форма и размеры грушевидной мышцы могут отличаться у разных людей. У большинства она массивная и широкая, у некоторых тонкая и небольшая. Грушевидная мышца одним своим концом, медиально, прикрепляется к передней поверхности крестца. Часть волокон может прикрепляться к краю седалищного отверстия у капсулы крестцово-подвздошного сустава, а часть мышечных пучков – крестцово-остистой связки. Сверху она может переплетаться с волокнами средней и малой ягодичных мышц, а снизу – с верхней близнецовой мышцы. Другим своим концом, латерально, грушевидная мышца прикрепляется округлым сухожилием к большому вертелу бедренной кости. Грушевидная мышца выходит из таза через большое седалищное отверстие. Помимо седалищного нерва, через большое седалищное отверстие также проходят верхние ягодичные сосуды и нерв, срамные сосуды и нерв, нижний ягодичный нерв, задний кожный нерв бедра, а также нервы, направляющиеся к близнецовым, внутренней запирательной мышцам и квадратной мышце бедра. Когда грушевидная мышца массивная и заполняет всё пространство отверстия, она может сдавливать проходящие здесь сосуды и нервы, что может негативно сказываться не только на кровоснабжении иннервации всей ноги, но также ягодичной области и переднего отдела промежности. Другие мышцы, вращающие бедро наружу, верхняя и нижняя близнецовые мышцы, внутренняя и наружная запирательная мышцы, а также квадратная мышца бедра, находятся ниже грушевидной мышцы и могут вносить свой дополнительный вклад в развитие синдрома грушевидной мышцы и ущемления седалищного и вышеперечисленных нервов. При весовой нагрузке грушевидная мышца участвует в контроле избыточной или быстрой наружной ротации, например, фазе установки стопы во время бега или ходьбы, а также стабилизирует тазобедренный сустав, удерживая головку бедренной кости в вертлужной впадине. Грушевидная мышца вместе с верхней и нижней близнецовой, наружной и внутренней запирательной, а также квадратной мышцей бедра участвуют в наружном вращении бедра. Грушевидная мышца также принимает участие в отведении бедра, когда оно согнуто в тазобедренном суставе под 90 градусов. Агонистами грушевидной мышцы во вращении бедра наружу, то есть помощниками по выполнению функции, являются верхняя и нижняя близнецовые мышцы, внутренняя и наружная запирательная мышцы, квадратная мышца бедра, большая ягодичная мышца, длинная головка двуглавой мышцы бедра, портняжная мышца, задние волокна среднеягодичной и малой ягодичной, а также подвздошно-поясничная мышца. Антагонистами грушевидной мышцы в наружной ротации бедра являются мышцы, вращающие бедро вовнутрь, а именно полусухожильная и полуперепончатая мышцы, напрягатель широкой фасции, гребенчатая мышца, а также передние волокна средней и малой ягодичных мышц. Роль приводящих мышц в вопросе внутреннего вращения бедра является противоречивой, однако электромиографические исследования показали, что длинная и большая приводящая мышцы активируется во время внутреннего вращения бедра в тазобедренном суставе. Поражение грушевидной мышцы триггерными точками приводит к возникновению боли преимущественно в области крестцово-подвздошного сустава, ягодицы, позади тазобедренного сустава, а также верхние две трети задней поверхности бедра. Миофасциальный болевой синдром грушевидной мышцы, вызванный образованием в ней триггерных точек, связан с компрессией седалищного и некоторых других нервов вместе их совместного выхода из полости таза через большое седалищное отверстие. Боль при ущемлении нервов отличается от миофасциальной боли, однако крайне часто эти оба состояния существуют параллельно. Боль при ущемлении седалищного нерва может уходить дальше, чем боль, отражённая от триггерных точек, и распространяться даже на стопу. Грушевидная мышца способна оказывать мощное воздействие, приводящее к смещению крестцово-подвздошного сустава. Поэтому перед началом коррекционной работы необходимо инактивировать триггерные точки в мускулюс переформи и добиться её расслабления. Активация триггерных точек в грушевидной мышце может возникнуть в результате любых непривычных нагрузок. Например, при попытке предотвратить падение. От человека с данной проблемой можно услышать следующее. Я бежал вокруг стадиона, поскользнулся, но не упал. Отклонение в сторону при наклоне или быстрая ротация ноги могут также вызвать острую перегрузку мышцы. Длительное сидение на жёсткой поверхности, длительное вождение автомобиля или непосредственная травма при ударе по ягодичной мышце в области грушевидной мышцы также могут спровоцировать активацию триггерных точек. Наличие триггерных точек в грушевидной мышце часто сочетается с наличием точек в мышцах-синергистах, а также в мышце, поднимающей задний проход и копчиковые мышцы. Синдром грушевидной мышцы может сопровождаться болью и парастезией, то есть нарушением чувствительности. Например, ощущением жжения, ползания мурашек, покалыванием в пояснице, паху, промежности, ягодице, тазобедренном суставе, по задней поверхности бедра, голени и стопы, а также в прямой кишке во время дефекации. Симптомы усиливаются в положении сидя, а также в результате избыточной активности. Кроме того, могут возникать отёк поражённой конечности, половые расстройства, болезненность в области наружных половых органов, импотенция у мужчин. Принято считать, что возникновение синдрома грушевидной мышцы могут вносить вклад 1. миофасциальные боли, исходящие из триггерных точек, расположенных в грушевидной мышце, 2. ущемление сосудов и нервов в большом седалищном отверстии, 3. смещение и нарушение функций подвздошно-крестцового сустава, когда смещение крестцово-подвздошного сустава вызывает стойкое напряжение мышцы, а длительное напряжение мускулюс переформис вызывает патологию крестцово-подвздошного сустава. Поэтому при коррекции данной патологии необходимо идти с обеих сторон и выполнять инактивацию триггерных точек с расслаблением мышцы и коррекцию положения крестцово-подвздошного сустава. В положении сидя человек с синдромом грушевидной мышцы обычно ёрзает и часто меняет позу. У него могут возникнуть трудности при попытке закинуть поражённую ногу на непоражённую. В положении лёжа на спине, расслабившись, можно выявить стойкую наружную ротацию бедра поражённой ноги. При попытке поднять выпрямленную ногу отмечается ограничение этой способности на поражённой стороне. Существует 4 варианта выхода частей седалищного нерва из полости таза. Первый, наиболее распространённый путь прохождения седалищного нерва спереди от грушевидной мышцы и краем большого седалищного отверстия, встречается в 85% случаев. Второй, когда малоберцовая часть седалищного нерва проходит сквозь грушевидную мышцу, а большеберцовая часть выходит спереди от мышцы, встречается в 10% случаев. Третий, когда малоберцовая часть седалищного нерва делает петлю сверху и затем позади мышцы, а большеберцовая часть проходит впереди неё, встречается в 2-3% случаев. Четвёртый, когда малоберцовая и большеберцовая часть седалищного нерва проходят через грушевидную мышцу, встречается менее чем в 1% случаев. Следует отметить, что менее распространённые варианты расположения седалищного нерва являются более благоприятными в вопросе сдавления, чем наиболее распространённый путь, так как костные и связочные края большого седалищного отверстия оказывают более интенсивное механическое воздействие на нерв, чем мышечные пучки. Существует простое упражнение, которое является и лечебным, и диагностическим для определения триггерных точек в грушевидной мышце. В положении сидя возьмите массажный мяч и, закинув одну ногу на другую, подложите его под область грушевидной мышцы на стороне ноги, расположенной сверху. Сделайте несколько движений тазом вправо-влево по линии расположения грушевидной мышцы от крестца до тазобедренного сустава. При наличии триггеров в грушевидной мышце вы почувствуете выраженную болезненность в этой области. Осуществляйте регулярную прокатку этой области на массажном мяче по всем направлениям, а затем выполните одно из доступных упражнений для ещё большего вытяжения грушевидной мышцы. Самым простым и доступным каждым упражнением является упражнение лёжа на спине с перекинутой поражённой ногой, согнутой под 90 градусов в тазобедренном суставе. Поставив стопу поражённой ноги на колено выпрямленной ноги, необходимо положить противоположную руку на колено согнутой ноги и тянуть ногу вниз, углубляя положение с каждым очередным медленным выдохом. Эта позиция, помимо вытяжения грушевидной мышцы, может быть использована для мобилизации крестцово-подвздошного сустава с последующим характерным щелчком. После вытяжения мышцы необходимо выполнить несколько активных движений, включающих в работу грушевидную мышцу. Ещё одним упражнением является положение лёжа на спине с заведённой голенью поражённой ноги на бедро здоровой и варианты этого же упражнения сидя, который был продемонстрирован выше и стоя. Также для вытяжения грушевидной мышцы могут быть использованы такие упражнения с хатха-йоги, как маричиасана и ардхаматиндрасана, в которых вытяжение происходит на стороне согнутой ноги. Одним из самых эффективных упражнений для вытяжения грушевидной мышцы является агнистамбхасана. В ней происходит одновременное мощное двухстороннее вытяжение грушевидных мышц. Для устранения длительно существующих вредных факторов, вызывающих образование триггерных точек грушевидной мышцы, следует отнести коррекцию функционального сколиоза, связанного с неравенством длины нижних конечностей, либо с асимметрией половин таза. Коррекцию перегрузок, вызванных различными позами. Например, во время сна на боку необходимо располагать подушку между ног, чтобы избежать длительного натяжения грушевидной мышцы. Механические перегрузки в результате длительного сидения в кресле машины или возле рабочего стола, а также избыточной спортивной активности во время занятий большим теннисом, длительным бегом, футболом, волейболом и другими. Спасибо вам за просмотр данного видео. Смотрите также мои другие ролики, посвящённые избавлению от мышечной боли и триггерных точек. Желаю вам прекрасного самочувствия и увидимся в следующих видео. До встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА